Я родился и вырос в Дагестане, в городе Кирпенке, и всю жизнь занимался вольной борьбой. Я вольную борьбу обожаю! Когда Юра был маленьким, в 2013-2014, Дядя Юра не поднял его, а также в Аммида. В конце концов, Юра успел и вздохнуть. Сегодня, кто будет работать хорошо, он будет знать, он будет защитить, он будет поддерживать с Дядя Юра. Дядя Юра начинает разбираться. Здесь у нас есть парень, который будет в YouTube. Мы увидимся, в Тахарках, на Синдек, 500 шинаурин. Это... Ваза, это, 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 в YouTube герои, как Синдек, мне 74 года. Дай Бог, да. А сейчас уже ребята постарше пришли, и разминку проводит дядя Юра, как уже было сказано. Дядя Юра, это ветеран борьбы. Он из Дагестана, ино давно уже живет здесь, в Израиле. И вот он сейчас проводит разминку. Давайте посмотрим. Видно, что детям очень нравится дядя Юра. Да, дядя Юра очень активно начал разминку. И не все даже дети успевают. В 68-м году. Я стал третьим призером России. Это весит 48 килограмм. Это Краснодарский край, Адигейская автономная республика, город Майкоп. Юра, расскажи немножко про еще одного Юру, который сейчас проводит разминку. Это папа лучше можно сказать, я себя не помню. Я так понял, что он ветеран борьбы, да? Да, до сих пор к нам зал заходит. И я слышал, что он из Дагестана приехал, да? Да, он из Дагестана приехал сюда, когда Советский Союз испал, как многие сюда приезжали. Он приехал сюда в 90-х годах. Да, в Дагестане борьба очень развита. И сегодня одни из сильнейших борцов из Дагестана. И я обратно говорю, скажи мне, где спортзал? Он говорит, зачем тебе спортзал? Ты же приехал отдыхать. Нет, я говорю, я хочу пойти подниматься. Леонид. Бурдом, да, у нас бурдом. Ну ничего, дядя Юра. Дядя Юра дагестанский борец. Из города Дербента. Тоже в 90-е годы совершил алью. Ну и трудится уже много лет в Израиле. И продолжает трудиться на пенсию и выходит. И приходит по возможности к нам в зал вспомнить молодость. Передать опыт молодым борцам. Вы с ним знакомы очень давно? Да, еще когда мы жили вместе в караванах. В поселке караванов мы жили там и познакомились. Дружим давно. Он приходит иногда к нам в зал, попарится с сауной. Дай Бог здоровья. Хороших дней и крепкого здоровья. И долголетия всем. Новый зубор, новое шею, новое шею. Зайду. Руки, шары. Руки, шары. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он сказал, он семейничал, я не могу за него решать. А жена отказалась. Все мои родственники здесь, как раз нам не подарят. Почему вы начали заниматься борьбой? А я скажу, у всего есть причины. Я маленький, даже 73 года, на сантиметры не вырос. Меня избивали. А один парень мне сказал, ты что не можешь засчитывать? Я ничего не оба не знал. Он сказал, пойдем со мной, будешь на вольной борьбе ходить. И я начал заниматься и дошел. А в армии, когда они жизни были, я самый низкий был, я служил с твоей батью. Я зашел с товарищем в туалет, с крестником, он на параметранщик дышал. Вышел на параметранщик, а я его смотрю в воскресенье, лето, нету его. А потом я слышу, что кто-то плачет по временам слова. А потом смотрю, он сидит, а так держат руки, а его звали Барок. Я говорю, Барок, что ты был, взял семяк. Я говорю, кто ездил в такой-то, такой-то человек? Он говорит, слава духам. Я ребятам говорю, такой види, такой види, зачем тебе ничего? Я говорю, надо. А потом, как говорят, он пошел к отцу на лицо. Я на него, он на меня. Поверь, я сейчас такое скажу прям. Я ему сказал, а зачем ты его избил? Он сказал, я здесь на уху скажу. Ты тоже хочешь получить, говорит, жидовское твое можно. Я говорю, ты его избил только за то, что он еврей? А если ты родился евреем, и мы с нами драться, я его вырубил. Чуть не убил. С их роти подошли, ребята говорят мне, Юра, хватит, ты его убил, убил. Я говорю, смотри, один волосок упадет в своего друга, ты поедешь домой в синьком гробу. Меня очень уважали, ко мне никто не подходил, никто. И это все благодаря борьбе? А? Это все благодаря борьбе. Я еще когда в армию ехал, в армию, по 10 человеку было у нас. Я попал в среди 10 человек, где были все мусульмане. А там со мной еще был один парень, он занимался водной борьбой. Его звали Маил, из Дербента, Маил. Такой прекрасный товарищ. А с другой стороны, ой, извините, от другой, 10 человек, было все евреи. А среди них был один, который говорит, я сам бить. Я себе грудь бил и говорю, я сам бил. А я смотрю, потом от нашего парня вывели тамбур, где курят тамбур. Я вообще-то почувствовал не то. А потом я вышел, его как эсэсовцы, он посередине бум, бум. Я говорю, ребята, вы что делаете, вы что, дурели что ли? Нам вместе служить 3 года. Я говорю, вы что, говорит. А один ко мне подошел, его звали Муса. Ты тоже хочешь поучить? Я нагрузился, и не вылетел. А потом один подошел, ему что-то на око сказал. А я до сих пор не знаю, что он сказал. Он сказал, извини, я не знал. Говорю, что не только с тобой. Может быть, что вы занимались вольной борьбой? Наверное. Как вы думаете, вольная борьба – это хорошо для долголетия? Для долголетия это очень хорошо. Вот возьмите меня. Я всегда еду на лесопед, у меня машины нет. Я работаю. Четыре часа я работаю, креативом шла. Подметаю минусы там. Минус один, минус два. Я живу на Хальбеке, еду туда на лесопеде и возвращаюсь на лесопеде. Если что-то надо будет на базар, в магазин, на лесопеде, у меня рога здесь. А мне говорят, ты почему хашмали не покупаешь? Я говорю, знаешь, что хашмаль? Переграем железь хашмаль. Спасибо, Юра. И вам спасибо. Дай Бог здоровья. Хороших дней и крепкого здоровья. И долголетия всем. Спасибо. 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 Спасибо.